всем привет добро пожаловать на канал в тнт с вами как всегда я владимир тишевский и сегодня мы поговорим про сяоми особенно про проблемы сяоми и вообще вы знаете что сяоми уже не топ да представляете но если быть более конкретным каждый месяц antutu составляет рейтинг самых высокопроизводительных смартфонов и практически уже полгода сяоми держит лидирующие позиции то black shark 2 to me 9 explore edition все время были на первом месте и сейчас к сожалению сяоми опустилась на третье место какие же два смартфона являются самыми высокопроизводительными самыми мощными на сегодняшний день рейтинг antutu был составлен в мае 2019 года и первым смартфоном самым производительным смартфоном является nubia magic 3 или nubia red magic 3 этот смартфон компания nubia представила весной 2019 года и у него такая же мощная начинка как и у сяоми но что же помогло nubia вырваться на первое место кроме оптимизации и это слово вы наверняка слышали не один раз еще и физический вентилятор прямо в смартфоне кулер там есть кулер представляете кроме медных охлаждающих трубок и возможных отводов тепловой энергии еще и вставили кулер и поэтому nubia red magic 3 набрал 381 тысячу баллов ну там почти чуть не хватает если не ошибаюсь 79 баллов до 381 тысячи это очень очень много я помню когда мы радовались смартфоном которые перевалили за 100000 но потом уже так быстро пошел прогресс что это невозможно отслеживать причем что на втором месте по мощности является также смартфон от компании zte но только другой линейки это zte axon 10 pro который также имеет супер мощное железо там кучу оперативки там версия с 12 гигами оперативки самые мощные на сегодняшний день процессор колоком сам dragon 855 также одни из самых быстрых сверх быстрой памяти как оперативки так и постоянной памяти все это дало возможность обойти сяоми и занять второе место на третьем месте это xiaomi mi 9 explorer edition который также имеет 12 гиг оперативки в топовой версии и также встроены максимально возможные качественные материалы но тем не менее xiaomi занимает всего лишь третье место причем что не только 3 но и 4 и 5 место потому что на четвертом месте black shark 2 а на пятом месте не 9 наверняка вас интересует какой же смартфон на шестом месте и я вам скажу это meizu 16 с также неплохо оптимизированный смартфон и он выдает достаточно весомые результаты в antutu мы уже на седьмом месте всем вам известный и нашумевший one plus 7 pro и кстати я недавно смотрел обзор антона который уже сделал обзор на one plus 7 и one plus 7 pro и как я понял с обзора one plus 7 pro прям вот не такой уж и супер супер классный one план 7 также магет ну и стоит он дешевле на восьмом месте недавно анонсированный представленный и уже кстати продается по супер выгодной цене меньше чем 400 долларов это lenovo z6 pro который также базируется на супер мощных железных компонентах и выдает фантастические результаты по производительности девятое и десятое место заняли смартфоны от компании samsung это с 10 плюс и с 10 так что друзья вот такой топ 10 смартфонов в antutu и как вы видите сяоми к сожалению не на первом месте это не единственная проблема сяоми дело в том что очень много потребителей сейчас начали жаловаться на рекламу и даже сама компания сяоми уже официально отреагировала и пообещала в следующих прошивках снизить зависимость их оболочки от рекламы будем надеяться что это так плюс многие потребители которые купили смартфоны сяоми жалуются на качество компонентов и где-то смартфоны и скрипят люфтят где-то камеры как-то не очень-то хорошо работает да и в принципе флагман сяоми ми 9 к сожалению оказался не такой уж и фото флагман но единственная вещь который сяоми себе не изменяет это стремительное падение цены на их флагманы и допустим сяоми ми 9 уже продается меньше чем за 400 долларов и это по моему очень даже неплохо поэтому друзья если вы планируете себе приобрести смартфон от компании сяоми или вы уже приобрели то учитывайте этот момент то что сяоми все-таки экономит на всем и старается делать достаточно бюджетные устройства если вдруг появляется какой-то нюанс то это все из-за того что сяоми экономит поэтому небольшой совет от меня если вы покупаете смартфон сяоми дешевле чем 200 долларов где-то так в ориентировочно то вы можете без напряга покупать его в китайских интернет-магазинах например gearbest может быть это прозвучит как реклама но в принципе как и тимол допустим и gd gearbest также является сертифицированным или авторизированным реселлером xiaomi поэтому вы сможете всегда обратиться к ним или же докупить у них там дополнительно гарантию плюс ко всему покупает через paypal вы делаете безопасную сделку и это тоже очень важно в случае чего вы всегда сможете компенсировать ваши средства если же вы покупаете смартфон дороже 200 долларов я все-таки рекомендую покупать его где-то в авторизированных точках по месту для того чтобы потом можно было обратиться за сервисом если вдруг вам это необходимо будет но как показала практика что удачные модели сяоми не ломаются и очень хорошо и долго работают например у меня в семье все еще есть сяоми не 5s который ни разу не сломался даже он у меня падал и все с ним окей и он работает и отлично плюс ко всему моей семье еще есть сяоми ми ноут и он также работает вполне себе прилично на минуточку сяоми ноут это смартфон уже 5-летней давности и напоследок давайте сделаем такую одну интересную фишечку в комментариях под этим видео напишите какой из смартфонов сяоми находится в вашей семье узнаем все-таки какой же самый популярный смартфон сяоми среди семей подписчиков канала в тнт на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал смотрите другие интересные видео всем пока до скорых встреч в новых видео